Шеварднадзе рассказывал точно так же, как вы. Я узнаю цитаты, прямо, можно просто поменять. Что народ по природе коррумпирован. Проблема не во власти. Во власти тоже. Но у нас проблема, что коррупция в крови людей. Они не могут так не делать. У нас коррумпировали и врачи, и учителя, и дорожники, и полицейские. Все у нас коррумпированы. Поэтому нельзя чего исправить. Потом. Ситуация была такая. Потом пришли другие люди, на волне большого недовольства, которое, кстати, гораздо больше сейчас в Украине. И сказали, нет. Мы за неделю, за первую же неделю, посадили пять бывших министров, действующих. Действующих министр энергетики забрали. Одного там на вертолете забрали в сепаратистскую территорию. Заставили за месяц принести им обратно все деньги. Потом начали сажать из своего блока парламентской партии за первые же два месяца, не разобравшись, которые поняли, что они поняли. Некоторые пришли и сказали, что сейчас в наше время грабить. Четырех наших депутатов посадили. Потом посадили моего ближнего друга и одного из лидеров революции. Ираклиев Круашин, министра обороны, генерального прокурора. За то, что он тоже не понял и тоже начал брать деньги. И так мы навели порядок. Это первое. Сейчас Грузия, Грузия стала самой безопасной страной в Европе. Все говорили, что грузины, все же так говорили, все же бары законные, сейчас бегают по Киеву. Многие грузи сели по половине. Это раз. Второе. Говорили, что грузины не умеют работать. Мы построили новые города. Всю ночь работали строители. У нас появились строители Орбит, все рекламируют фирму Орбит. Что такое фирма Орбит? Начинала с GC строительства. А знаете, как они мы сделали? В городе Батуми, где Орбит построила несколько миллионов квадратных метров жилья. И она сейчас владеет недвижимостью здесь. У меня нет там даже ни одной квартиры. И ни у кого из моих родственников. Но мы им дали землю практически бесплатно. Мы им дали все льготы бесплатно. И я радовался, когда они строили. И так будет в Украине. Когда президент не будет бизнесменом. Когда в Раде не будет сидеть большинство бизнесменов. Когда бизнес будет развиваться всех. Всех. И тогда все восприятным духом, все будут вкладывать деньги. Ни один Рейдер, ни один Петренко, ни один Аваков не придет, у тебя не заберет. Потому что они будут другие. Они будут служащими, служащими народа. И в Украине, где было Магдебургское право, я вам напомню. А в Грузии его не было. В Украине, где было казацкое самоуправление, то есть была демократия. В Украине, где была написана первая конституция. Кстати, не украинцам, хочу вам напомнить. Пилиппом Орликом. Не украинцам. Не надо наполегать все время, что украинский менталитет. Пилиппа Орлика, конституция. Первая такая конституция в Европе. В Украине, куда приезжали люди всех националистов. Не надо сейчас на это почувствовать. Георгий Гонгадзе, грузин был или украинец? Он сражался на грузинской войне. И там был ранен. И потом погиб за Украину. Когда ему отрезали голову за то, что он как раз охранял ту свободу слова, о которой мы говорим. И он, наверное, не понимал украинский менталитет. Он как раз понимал. И был самой высокой пробой украинцев. Так что мы будем рассказывать про все. Сегодня президент Порошенко был в Вашингтоне. Я еще раз начал с этого, что меня очень радует, что Соединенные Штаты нас поддерживают. Я считаю, что наконец то, что его приняли после многих месяцев, это успех украинской тепловодии. Одновременно. Это президент огромный, самый кратчок Страды в Европе. Почитайте сообщение внимательно. Он провел переговоры с вице-президентом. И потом несколько минут зашел снять фотографии с джональдом Трампа. Дональд Трамп приводит полноценные переговоры с королем Евдании, с лидером многих маленьких стран, которые намного меньше Украины. С президентом в Умынии сейчас провел полноценные переговоры. В Умынии меньше Украины, и там президент не имеет таких полномочий. И он, к сожалению, президента принял как тарасортного лидера. К сожалению. Хотя похлопали по плечу снять фотографии. К сожалению. Это мне больно. Потому что я тоже сражаюсь в последние десятилетия Украины. Я хочу, чтобы Украина, я Украина, будет великая держава. Но с нами они позволяют себе так обращаться. А с Лавровым-то он провел полноценные переговоры. Он сидел час в овальном офисе. Они детально прошли. Никаких там второстепенных этих. Тут был второстепенный протокол. Второстепенный протокол. Президент Украины, ребята. Я никогда, я был много раз в Белом доме. По-моему, 7 или 8 визитов у меня было. У меня был протокол час, полтора, два часа встречи с президентом. Потом обед. И с республиканской, и с демократической администрацией. Здесь фотосъемка. А так было объявлено. Я ничего не выдаю. Почитайте сообщение внимательно. О чем я говорю. Все это происходит от того, что очень легко сказать, что Украине всяк все крадется. Украине так все так. Украине такой менталитет. Я знал, что Обама это говорил. Украине точно так же, как Украине. Украине такой менталитет. Там олигархат и так далее. И Украине все равно ничего. Так вот, мы говорим. Украине все получится. Все получится. Называйте это, что у меня не украинский менталитет. Что я грузин такой. Но Грузия хуже была. Я знаю, о чем я говорю. Украине все получится. Когда из парламента уберутся бизнесмены, отменят депутатскую неприкосновенность. Депутатам можно будет отзывать за год. Когда сократим налоги, отменим торможные тарифы. Когда реально будем стимулировать сельское хозяйство и отменим 80% всех дебильных регуляций, которые убивают и душат бизнес. И которые как раз используют эти олигархи. И тогда Украина будет сверхдержавой Европы. Нельзя. Мы все время рассказываем истории, как нам не повезло. В этом зале. Но эти истории реальны. Настоящи. Первое. Надо всем нам соорганизоваться, как вы вышли. Выйти. И всех их увезти. Кого-то в наручниках. Кого-то просто отпустить. На все четыре стороны. Первое. Второе. Отменить 80% всех регуляций. Советских времен. Сократить госаппарат. Минимум три раза. Вы рассказываете о главах областных администраций. Все областные администрации надо отменить в один день. Я был главой. Они ничего не делают. Все районные администрации. Все надо отменять. Госаппарат надо сокращать. Минимум три-четыре раза. Когда это все будет сделано. И когда будут законы, которые налоги снижать и так далее. Страна не просто поедет. Полетит. Я был на авиасалоне. Я им сказал. Знаете. Ситуация такая. Если пилоты, которые не умеют водить, безответственны и не совсем трезвые. Тех пилотов надо сажать. Самолетов сажать и вообще сажать. А все мы должны взять. Знаете, я как научился летать? Я летал в Америке, в Грузии. Какое-то время у меня был страх летать. Потом сказал. Какого черта я боюсь? Давай я сам повожу самолет. Мне предложили. Я начал водить. И сам сделал. И все. Я сейчас обожаю. Я так хорошо себя нигде не чувствую, как в самолете. Большой, маленький, мне без разницы. Я понял, что я сам могу взяться за штурвал. Вот народ Украины должен выхватить штурвал и самим сесть и управлять. И тогда Украине должен достать период. Час перемогатый. Давайте все скажем разом. Украина, час перемогатый. Украина не может быть всегда проигрышей. Украина не может всегда жаловаться, что то, все, все. Объединимся, выходим. И это все будет. Мы начнем это закладывать летом. Урожай будет, засев будет, я думаю, летом, в течение лета. Потом урожай первый будет осенью. А потом мы будем реально получать плоды от того в следующие несколько месяцев. Эта история не сохранится. Сейчас президент Порошенко вызвали всех глав администрации, говорит, готовьтесь к выборам. Готовьтесь к выборам. Осенью. Разводка. Они боятся выборов как огня. Они сейчас просто нас разводят. Вы думаете, сидите, вы не волнуетесь, выборы еще работают. Не будут. Они не хотят выборов. Ни осенью это. Ни в следующем году. Ни в последующем году. Они вообще не хотят выборов. Они нас разводят. Это наперстки. Мы в этом не верим. И мне все равно, что он сказал главу администрации. Мы будем организовываться. Мы будем назначать выборы. Мы выйдем. Мы покажем, что в этой стране нужны выборы. Нужны новые депутаты. А не те, которые будут рассказывать, что это украинский менталитет быть лузером. Украина не может быть лузером. Украина должна научиться побеждать. Украина победит. Украина сейчас перемогатый.